«Ох, и трудно сейчас жить честным людям!» — пожаловался Раневской один видный товарищ. «Ну а вам-то что?» — спросила актриса. «Нельзя играть Толстого, когда актер П. играет Федю Протасова. Это все равно, что если б я играла Маргариту Готье только потому, что я кашляю. Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Мне всегда было непонятно. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь, своим посещениям. И глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. Восьмое марта — мое личное бедствие. С каждой открыткой в цветах и бантик я вырываю клок волос от горя, что я не родилась мужчиной. Меня врач спрашивает, как вы спите. Я говорю, я сплю с Пушкиным. Засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал. Оставь меня в покое, старая Б. Как ты надоела мне со своей любовью. В ответ на свою статью к юбилею Раневской Ия Савина получила от нее телеграмму. Благодарю за блистательный некролог. Что-то давно не говорят, что я, блядь, теряю популярность. Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным, говорила Раневская. Кто-то из актеров звонит Фаине Георгиевне, чтобы справиться о здоровье. — Дорогой мой! — жалуется она. — Такой кошмар! Голова болит, зубы не к черту, сердце жмет, кашляю ужасно. Печень, почки, желудок — все ноет. Суставы ломит, еле хожу. Слава богу, что я не мужчина, а то была бы еще и предстательная железа. Раневская не любила зиму. Она говорила. — Я ненавижу зиму, как Гитлера. Раневская познакомилась и подружилась с теткой режиссера Львовича, которая жила в Риге, но довольно часто приезжала в Москву. Тетку эту тоже звали Фаина, что невероятно умиляла Раневскую, которая считала свое имя достаточно редким. — Мы с вами две феньки! — любила при встрече повторять Раневская. Это два чрезвычайно редких и экзотических имени. Однажды, сразу после выхода фильма «Осторожно, бабушка», Фаина Раневская позвонила в Ригу своей тезке и спросила, видела ли та фильм. — Еще не видела, но сегодня же пойду и посмотрю. — Так-так, — сказала Раневская. — Я, собственно, зачем звоню? — Звоню, чтобы предупредить. Ни в коем случае не ходите. Не тратьте деньги на билет. Фильм «Редкая Г». Как-то на Южном море Раневская указала рукой на летящую чайку и сказала, «МХАТ полетел». Шатров — это крупское сегодня. Так определила Раневская творчество известного драматурга, автора многочисленных пьес о Ленине. Находясь уже в возрасте преклонном, Раневская, тем не менее, умела заставить людей подчиняться и выполнять ее требования. Однажды перед Московской Олимпиадой Раневская набрала номер директора театра и официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна машина. Директор попробовал отказать, сославшись на то, что машина занята, но Раневская сурово перебила. «Вы что же, не понимаете? Я должна объехать Москву и показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убедиться, что все в порядке». Директор вынужден был отправить машину Раневской, хоть и не знал, какой такой еще мальчик желает проверить готовность объектов. А мальчик была кличка любимой собачки Фаины Георгиевны. На улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая. «Простите, мне кажется, я вас где-то видела. Вы в кино не снимались?» «Нет», — отрезала Раневская, которые надоели уже эти бесконечные приставания. «Я всего лишь зубной врач». «Простите», — оживилась ее случайная собеседница. «Вы зубной врач? А как ваше имя?» «Черт подери!» — разозлилась Раневская, теперь уже обидевшись на то, что ее не узнали. «Да мое имя знает вся страна!» Медсестра, лечившая Раневскую, рассказала, как однажды Фаина Георгиевна принесла на анализ мочу в термосе. Сестра удивилась, почему именно в термосе. Надо было в баночке. На что великая актриса возмущенно пробосила. «Ох, ни хрена себе! А кто вчера сказал? Неси прямо с утра теплую!» Раневская как-то сказала с грустью. «Ну надо же! Я дожила до такого ужасного времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы. Я рекомендовал вам выкуривать только по одной папиросе после еды. И вот результат. У вас прекрасный здоровый вид. Вы заметно поправились. С оптимизмом говорит врач. «Вы хотите сказать, что жопа стала еще толще?» «Неудивительно! Я ведь теперь ем по 10 раз в день, чтобы покурить», — объясняет Раневская. «Этот доктор творит чудеса. Он буквально за минуту вылечил все мои болезни», — саркастически заметила Фаина Георгиевна после посещения врача. «Каким образом?» «Он сказал, что все мои болезни — не болезни, а симптомы приближающиеся старости». Раневская тяжело переживала смерть режиссера Таирова. У Фаины Георгиевны началась бессонница. Она вспоминала глаза Таирова и плакала по ночам. Потом обратилась к психиатру. Мрачная, усатая армянка устроила Раневской допрос с целью выяснить характер ее болезни. Фаина Георгиевна изображала, как армянка с акцентом спрашивает ее. «На что жалуешься?» «Не сплю ночью, плачу». «Так значит, плачешь?» «Да». Сношений был. Внезапный взгляд армянки впивался в Раневскую. «Что вы, что вы?» «Так, не спишь, плачешь, любил друга, сношений не был. Диагноз, психопатка». Безапелляционно заключила врач. «Фаина Георгиевна, вы опять захворали? А какая у вас температура?» «Нормальная, комнатная, плюс 18 градусов». «Не могу есть мясо». «Оно ходило, любило, смотрело». «Может быть, я психопатка?» «Нет, я считаю себя нормальной психопаткой». «Но я не могу есть мясо». «Мясо я держу для людей». Раневская часто оставляла приоткрытой двери на лестницу. Нанятая недавно домашняя работница быстро поняла возникшие для нее у Раневской новые возможности и унесла шубу и вазочку из хрусталя, решив свалить все на открытую дверь. Обнаружив пропажу, Раневская известила товарищей милиционеров. Воровку накрыли с поличным у нее дома. Нашли еще несколько шуб и вазочек. Она не рассчитывала, что интеллигенты заявят. Фаина Георгиевна не взлюбила свою вернувшуюся блудную шубу. Решила ее продать. Открыла шкаф в передней перед покупательницей. Оттуда вылетела моль. Раневская крикнула. «Ну что, сволочь, нажралась?» Продажа не состоялась. «Диалог с домработницей». «Что на обед?» «Детское мыло и папиросы купила». «А что к обеду?» «Вы очень полная. Вам не надо обедать. Лучше в ванне купайтесь». «А где сто рублей?» «Ну вот, детское мыло и папиросы купила». «Ну а еще?» «Да что вам считать? Деньги от дьявола. О душе надо думать». «Еще зубную купила пасту». «У меня есть зубная паста». «Я в запас». «Скоро ничего не будет». «Ой, ей-богу, тут конец света на носу». «А вы с дачи спрашиваете». У Раневской часто сменялись домработницы. Лиза была, пожалуй, самая яркая из них. Она очень хотела выйти замуж, вопреки своей малопривлекательной внешности. Фаина Георгиевна решила помочь. Как-то пришла к ней любовь Орлова. Сняла черную норковую шубу в передней и беседовала с Раневской в ее комнате. Лиза вызвала свою хозяйку и попросила тайно дать ей надеть всего на полчаса эту шубу для свидания с женихом, дабы поднять свои шансы. Фаина Георгиевна разрешила. Домработница ушла. Прошел час. Любовь Петровна собралась уходить. Но Фаина Георгиевна изо всех сил удерживала ее, не выпуская из комнаты. Лизы не было. Гостья пробыла у Раневской три часа, пока Лиза, войдя в переднюю, не хлопнула дверью. Орлова была отпущена на волю. Лиза была крайне решительна в вопросах быта. Однажды Фаина Георгиевна услышала требовательный украинский говорок Лизы, разговаривающей по телефону. «Это дезинфекция? С вами хаворит народный артист Кораневская. У чем дело? Меня заели клопи!» Иногда Фаина Георгиевна садилась на вегетарианскую диету. И тогда становилась особенно чувствительно. В эти мучительные дни она спросила. «Лизочка, мне кажется, в этом борще чего-то не хватает». Лиза ответила. «Правильно, Фаина Георгиевна. Не хватает мяса». Раневская часто показывала, как Лиза, готовясь к свиданию, бесконечно звонила по телефону своим подругам. «Маня, у тебя бусы есть? Нет? Пока». «Нюра, у тебя бусы есть? Нет? Пока». «Зачем тебе бусы?» Спрашивает Фаина Георгиевна. «А чтоб кавалеру было шо крутить, пока мы в кино сидим», — отвечала та. Когда замужество, наконец, состоялось, Раневская подарила ей свою, только что купленную, роскошную кровать для продолжения Лизиного рода. А сама так до конца жизни и спала на тахте. Фаина Георгиевна не боролась с бытом. Старалась преодолеть его. Уборка, еда, одежда — все это превращалось в кошмарный экзамен. И Раневская, словно двоечница, твердила вечное «я учила», но так и не выучила, как жить. Домработницы были кошмаром Раневской. Они приходили в ее дом, как завоеватели, и уходили, как мародеры с поля боя. Все, что оставалось Фаине Георгиевне, — утешаться мыслью, что, в конце концов, домработницы — не самое большое зло, а на войне, как на войне. Раневская как-то сказала. «Я дожила до такого времени, когда исчезли домработницы. И знаете почему? Все домработницы ушли в актрисы. Вам не приходило в голову, что многие молодые актрисы напоминают домработниц? Так вот, у меня домработница опекает собаку. Та живет, как Сара Бернар, а я — как Сэн Бернар». Поняла, в чем мое несчастье. Скорее поэт, доморощенный философ, бытовая дура. «Не лажу с бытом. Урод я!» Раневская. «Будет ли пятая графа при коммунизме? Нет, будет шестая. Был ли евреем при социализме?» Я говорила так долго и неубедительно, как будто говорила о дружбе народов. Сокрушалась Раневская после неудачного выступления. На съемках «Мечты Рома» на Западной Украине хозяйка квартиры, где жила Раневская, говорила «Пани Ранецкая, эта революция таки стоила мне полздоровья!» Раневская пережила Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. За 88 лет повидала всякое – уклонистов, невозвращенцев, лишенцев, классово-чуждых, классово-близких, убийц в белых халатах, космополитов, выдвиженцев, отчепенцев, диссидентов, подписантов, там издатовцев, сам издатовцев. Как-то в 60-е годы Раневская и еще несколько артисток ее театра поехали по путевке на Черное море, а муж одной из ее товарок достал путевку в другой санаторий этого же курорта. Потом Фаина Георгиевна рассказывала. И вот раз муж пришел навестить жену. Прогуливаются они по аллее, и все встреченные мужчины очень приветливо раскланиваются с его женой. Муж заинтересовался. Кто это? Это члены моего кружка. Затем все вместе пошли провожать мужа до его санатория. Видят, там многие женщины раскланиваются с ним. А кто это? Спрашивает жена. А это кружки моего члена. Разгадывают кроссворд. Женский половой орган из пяти букв. По вертикали или по горизонтали? По горизонтали. Тогда ротик. Опять отгадывают кроссворд. Падшее существо. Пять букв. Последнее. Мягкий знак. Раневская быстро. Рубль. Фаина Георгиевна не раз повторяла, что не была счастлива в любви. Моя внешность испортила мне личную жизнь. Почему вы играете на деньги? Играть на деньги можно в трех случаях. Если есть способность и деньги. Если нет денег, но есть способности. И если нет способностей, но есть деньги. А вы знаете, я цветы не люблю. Деревья – мыслители. А цветы – кокотки. Раневская любила повторять. Из жизни нужно по возможности устранять все, для чего нужны деньги. Но с досадой добавляла афоризм Бальзака. Деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет. Она сытый не может. Чем умный отличается от мудрого? Спросили у Раневской. Умный знает, как выпутаться из трудного положения. А мудрый никогда в него не попадает. У Раневской спросили, чем утешить человека, с которым случилось несчастье? Умный человек утешится, когда осознает неминуемость того, что случилось. Дурак же утешается тем, что и с другими случится то же самое. Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на восемьдесят, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда из записной книжки. Александра Александровича Румнева, снимавшегося вместе с Раневской в сцене бала в фильме «Золушка», искусного графика и изысканного кавалера, Раневская называла «последний котелок Москвы». Румнев, давний друг Фаины Георгиевны, часто приходил в ее полутемную комнату. Они подолгу беседовали. Он садился рядом и рисовал в своей тонкой карандашной манере. Часто засиживался допоздна. По меркам Лизы, домработницы Раневской, обстановка была интимная. Однажды она выразила свой протест. «Фаина Георгиевна, что же это такое? Ходить, ходить, на кровать садится, а предложение не делает?» Что это у вас, Фаина Георгиевна, глаза воспалены? Вчера отправилась на премьеру, а передо мной уселась необычно крупная женщина. Пришлось весь спектакль смотреть через дырочку от сережки в ее ухе. Как-то она и прочие актеры ждали прихода на репетицию Завадского, который только что к своему юбилею получил звание Героя социалистического труда. После томительного ожидания режиссера Раневская громко произнесла «Ну где же наша Гертруда?» Раневская вообще была любительницей сокращений. Однажды начало генеральной репетиции перенесли сначала на час, потом еще на 15 минут. Ждали представителя райкома, даму средних лет, заслуженного работника культуры. Раневская, все это время не уходившая со сцены, в сильнейшем раздражении, спросила в микрофон «Кто-нибудь видел нашу засраку?» Творческие поиски Завадского аттестовывались Раневской не иначе, как капризы беременной кенгуру. Делая скорбную мину, Раневская замечала «В семье не без режиссера!» Раневская говорила начинающему композитору, сочинившему Колыбельную. «Уважаемый! Даже Колыбельную нужно писать так, чтобы люди не засыпали от скуки». Как-то раз Раневскую остановил в доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе писателей. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Как ваши дела?» «Очень хорошо, что вы спросили! Хоть кому-то интересно, как я живу! Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удовольствием обо всем расскажу!» «Нет-нет, извините, но я очень спешу! Мне, знаете ли, надо еще на заседание!» «Но вам же интересно, как я живу! Что же вы сразу убегаете? Вы послушайте!» «Тем более, что я вас не задержу надолго! Минут сорок, не больше!» Руководящий поэт начал спасаться бегством. «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?» крикнула ему вслед Раневская. За исполнение произведений на эстраде и в театре писатели и композиторы получают авторские отчисления с кассового сбора. Раневская как-то сказала по этому поводу. «А драматурги неплохо устроились. Получают отчисления от каждого спектакля своих пьес. Больше ведь никто ничего подобного не получает. Возьмите, например, архитектора Рерберга. По его проекту построено в Москве здание центрального тереграфа на Тверской. Даже доска висит с надписью, что здание это воздвигнуто по проекту Ивана Ивановича Рерберга. Однако же ему не платят отчисления за телеграммы, которые подаются в его доме. «Берите пример с меня», сказала как-то Раневской одна солистка Большого театра. «Я недавно застраховала свой голос на очень крупную сумму». «Ну и что же вы купили на эти деньги?» Раневская кочевала по театрам. Театральный критик Наталья Крымова спросила, «Зачем все это, Фаина Георгиевна?» «Искала», ответила Раневская. «Что искали?» «Святое искусство». «Нашли?» «Да». «Где?» В Третьяковской галерее. Ольга Аросева рассказывала, что уже будучи в преклонном возрасте, Фаина Георгиевна шла по улице, подскользнулась и упала. Лежит на тротуаре и кричит своим неподражаемым голосом. «Люди, поднимите меня, ведь народные артисты на улице не валяются». Поклонница просит домашний телефон Раневской. Раневская. «Дорогая, откуда я его знаю? Я же сама себе никогда не звоню». Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель театра имени Моссовета, вспоминал, «На гастролях в Одессе какая-то дама долго бежала за нами, потом спросила, «Ой, вы это она?» Раневская спокойно ответила своим басовитым голосом, «Да, я это она». Как-то в скверике у дома к Раневской обратилась какая-то женщина, «Извините, ваше лицо мне очень знакомо, вы не артистка?» Раневская резко парировала, «Ничего подобного, я зубной техник». Женщина, однако, не успокоилась, разговор продолжался. Зашла речь о возрасте. Собеседница спросила Фаину Георгиевну, «А сколько вам лет?» Раневская гордо и возмущенно ответила, «Об этом знает вся страна». Как-то Раневская, сняв телефонную трубку, услышала сильно надоевший ей голос кого-то из поклонников и заявила, «Извините, не могу продолжать разговор, я говорю из автомата, а здесь большая очередь». После спектакля «Дальше тишина» к Фаине Георгиевне подошел поклонник. «Товарищ Раневская, простите, сколько вам лет?» «В субботу будет сто пятнадцать». Он остолбенел. «В такие годы и так играть!» В купе вагона назойливая попутчица пытается разговорить Раневскую. «Позвольте же вам представиться, я Смирнова, а я нет». Брежнев, вручая в Кремле Раневской орден Ленина, выпалил. «Муля, не нервируй меня!» «Леонид Ильич», обиженно сказал Раневская, «так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился, покраснел и пролепетал, оправдываясь. «Простите, но я вас очень люблю». В Кремле устроили прием и пригласили на него много знатных и известных людей. Попала туда и Раневская. Предполагалось, что великая актриса будет смешить гостей. Но ей самой этого не хотелось. Хозяин был разочарован. «Мне кажется, товарищ Раневская, что даже самому большому в мире глупцу не удалось бы вас рассмешить». «А вы попробуйте», предложила Фаина Георгиевна. После спектакля Раневская часто смотрела на цветы, корзину с письмами, открытками и записками, полными восхищения. Подношение поклонников ее игры. И печально замечала. «Так много любви, а в аптеку сходить некому». Одной даме Раневская сказала, что та по-прежнему молода и прекрасно выглядит. «Не могу ответить вам таким же комплиментом», дерзко ответила та. «А вы бы, как и я, соврали», посоветовала Фаина Георгиевна. В доме отдыха на прогулке приятельница проникновенно заявляет, «Я обожаю природу». Раневская останавливается, внимательно осматривает ее и говорит, «И это после того, что она с тобой сделала?» Раневская подходит к актрисе Энн, мнившей себя неотразимой красавицей, и спрашивает, «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Бриджит Бардо?» «Нет, никогда», отвечает Энн, ожидая комплимента. Раневская окидывает ее взглядом и с удовольствием заключает, «И правильно, что не говорили». Хозяйка дома показывает Раневской свою фотографию детских лет. На ней снята маленькая девочка на коленях пожилучая. Вот такой я была тридцать лет назад. «А кто эта маленькая девочка?» с невинным видом спрашивает Фаина Георгиевна. Даже любя человека, Раневская не могла удержаться от колкостей. Досталась и любови Орловой. Фаина Георгиевна рассказывала, вернее, разыгрывала миниатюры, на глазах, на глазах превращаясь в элегантную красавицу Любочку. Любочка рассматривает свои новые кофейно-бежевые перчатки. Совершенно не тот оттенок. Опять придется лететь в Париж. Раневская обедала Раневская обедала как-то у одной дамы, столь экономной, что Фаина Георгиевна встала из-за стола совершенно голодной. Хозяйка любезно сказала ей, «Прошу вас еще как-нибудь прийти ко мне отобедать». «С удовольствием», ответила Раневская, «Хоть сейчас». Рина Зеленая рассказывала, «В санатории Раневская сидела за столом с каким-то занудой, который все время хаял еду. И суп холодный, и котлеты несоленые, и компот несладкий. Может, и вправду». За завтраком он брезгливо говорил, «Ну что это за яйца? Смех один! Вот в детстве у моей мамочки я помню, были яйца». «А вы не путаете ее с папочкой?» осведомилась Раневская. На заграничных гастролях коллега заходит вместе с Фаиной Георгиевной в кукольный магазин «Барби и Кен». «Моя дочка обожает Барби. Я хотела бы купить ей какой-нибудь набор». «У нас широчайший выбор», говорит продавщица. «Барби в деревне, Барби на Гавайях, Барби на горных лыжах, Барби разведенная». «А какие цены?» «Все по сто долларов, только Барби разведенная двести». «Почему так?» «Ну как же», вмешивается Раневская. «У нее ко всему еще дом Кена, машина Кена, бассейн Кена». «Приятельница сообщает Раневской». «Я вчера была в гостях у Энн и пела для них два часа». Фаина Георгиевна прерывает ее возгласом. «Так им и надо! Я их тоже терпеть не могу!» Раневскую о чем-то попросили и добавили. «Вы ведь добрый человек, вы не откажете». «Во мне два человека», ответила Фаина Георгиевна. «Добрый не может отказать, а второй может. Сегодня как раз дежурит второй». В переполненном автобусе, развозившем артистов после спектакля, раздался неприличный звук. Раневская наклонилась к уху соседа и шепотом, но так, чтобы все услышали, выдала. «Чувствуете, голубчик, у кого-то открылось второе дыхание». Артист Моссовета Николай Афонин жил рядом с Раневской. У него был горбатый запорожец, и иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его запорожец втиснулись сзади три человека. А впереди, рядом с Афонином, села Раневская. Подъезжая к своему дому, она сказала, «Колечка, сколько стоит ваш автомобиль?» Афонин сказал, «2200 рублей, Фаина Георгиевна». «Какое блядство со стороны правительства!» мрачно заключила Раневская, выбираясь из горбатого аппарата. Фаина Георгиевна Раневская однажды заметила Вано Ильичу Мураделли. «А ведь вы, Вано, не композитор!» Мураделли обиделся. «Это почему же я не композитор?» «Да потому что у вас фамилия такая!» «Вместо ми у вас му!» «Вместо ре — ра!» «Вместо до — дэ!» «А вместо ля — ли!» «Вы же в оно в ноты не попадаете!» Как-то начальник ТВ Лапин спросил «Когда же вы, Фаина Георгиевна, засниметесь для телевидения?» «После такого вопроса должны были бы последовать арест и расстрел», говорила Раневская. В другой раз Лапин спросил ее «В чем я увижу вас в следующий раз?» «В гробу», — предположила Раневская. Литературовед Зильберштейн, долгие годы редактировавший «Литературное наследство», попросил как-то Раневскую написать воспоминания об Ахматовой. «Вы ведь, наверное, ее часто вспоминаете?» спросил он. «Ахматову я вспоминаю ежесекундно», ответил Раневская. «Но написать о себе воспоминания она мне не поручала». А потом добавила «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти!» «Воспоминания друзей». В больнице, увидев, что Раневская читает Цицерона, врач заметил «Нечасто встретишь женщину, читающую Цицерона». «Да и мужчину, читающего Цицерона, встретишь нечасто», парировала Фаина Георгиевна. В театре имени Моссовета «Охлопков» ставил преступление и наказание. Геннадию Бортникову как раз об эту пору выпало съездить во Францию и встретиться там с дочерью Достоевского. Как-то, обедая в буфете театра, он с восторгом рассказывал коллегам о встрече с дочерью, «Как эта дочь похожа на отца!» «Вы не поверите, друзья!» «Абсолютное портретное сходство!» «Ну, просто одно лицо!» Сидевшая тут же Раневская подняла лицо от супа и как бы, между прочим, спросила «И с бородой?» Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно голая и курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников и ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила «Вас не шокирует, что я курю?» Артисты театра послали Солженицыну еще до его изгнания поздравительную телеграмму. Живо обсуждали этот акт. У Раневской вырвалось «Какие вы смелые!» А я послала ему письмо. Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы «Я знаю! Вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!» Раневская толстым голосом заметила «Терпеть не могу стоять в очереди!» Раневская вспоминала, что в доме отдыха, где она недавно была, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема – любовь. Но есть четыре условия. Первое. В рассказе должна быть упомянута королева. Второе. Упомянут бог. Третье. Чтобы было немного секса. Четвертое. Присутствовала тайна. Первую премию получил рассказ размером в одну фразу. «О, Боже!» – воскликнула королева. «Я, кажется, беременна и неизвестно от кого!» Режиссер театра имени Моссовета Андрей Житинкин вспоминает. Это было на репетиции последнего спектакля Фаины Георгиевны «Правда хорошо, а счастье лучше» по Островскому. Репетировали Раневская и Варвара Сашальская. Обе они были почтенного возраста. Сашальской – к восьмидесяти, а Раневской – за восемьдесят. Варвара была в плохом настроении. Плохо спала, подскочило давление. В общем, ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. Там ее внимание привлекла одна диковинная вещь, которую она раньше никогда не видела. Здоровенные парниковые огурцы, впервые появившиеся в Москве посреди зимы. Раневская, заинтригованная, купила огурец невообразимых размеров, положила в глубокий карман передника, она играла прислугу, и пошла на сцену. В тот момент, когда она должна была подать барыне Сашальской какой-то предмет, она вытащила из кармана огурец и говорит. — Вавочка! — так в театре звали Сашальскую. — Я дарю тебе этот огурчик. Та обрадовалась. — Фуфочка, спасибо, спасибо тебе! Раневская, уходя со сцены, вдруг повернулась, очень хитро подмигнула и продолжила фразу. — Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь, ешь его, хочешь, живи с ним. Вере Морецкой присвоили звание Героя Социалистического Труда. Любя актрису и признавая ее заслуги в искусстве, Раневская, тем не менее, заметила. — Чтобы мне получить это звание, надо сыграть Чапаева. — Меня так хорошо принимали, — рассказывал Раневский, вернувшийся с гастролей артист Н. — Я выступал на больших открытых площадках, и публика непрестанно мне рукоплескала. — Вам просто повезло, — заметила Фаина Георгиевна. — На следующей неделе выступать было бы намного сложнее. — Почему? — Синоптики обещают похолодание, и будет намного меньше комаров. Идет обсуждение пьесы. Все сидят. Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу. Возвращается. Продолжает говорить стоя. Сидящие слушают. И вдруг... — Проклятый девятнадцатый век! Проклятое воспитание! Не могу стоять, когда мужчины сидят! Как бы, между прочим, замечает Раневская. — Дорогая, сегодня спала с незапертой дверью. А если бы кто-то вошел? — всполошилась приятельница Раневской, дама пенсионного возраста. — Ну, сколько можно обольщаться! — пресекла Фаина Георгиевна собеседницу. Во время эвакуации Ахматова и Раневская часто гуляли по Ташкенту вместе. — Мы бродили по рынку, по старому городу, — вспоминал Раневская. За мной бежали дети и хором кричали «Муля, не нервируй меня!» Это очень надоедало. Мешало мне слушать Анну Андреевну. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Ахматовой. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой «Муля». Я спросила, что у вас «Муля»?» Сжала руки под темной вуалью. «Это мои «Мули», — сказала Анна Андреевна. В эвакуации в Ташкенте Раневская взялась продать кусок кожи для обуви. Обычно такая операция легко проводится на толкучке. Но она направилась в комиссионный магазин, чтобы купля-продажа была легальной. Там кожу почему-то не приняли. А у выхода из магазина ее остановила какая-то женщина и предложила продать ей эту кожу из рук в руки. В самый момент совершения сделки появился милиционер, молодой узбек, который немедленно повел незадачливую спекулянтку в отделение милиции. Повел по мостовой при всеобщем внимании прохожих. «Он идет решительной быстрой походкой», — рассказывала Раневская. «А я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый, и я с ним беседую. Но вот беда. Ничего не получается. Он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу. А толпа мальчишек, да и взрослых любителей кино, сопровождая нас по тротуару, в упоении кричала. «Мулю повели! Смотрите! Нашу мулю ведут в милицию!» «Они радовались! Они смеялись! Я поняла, они меня ненавидят!» и заканчивая со свойственной ей гиперболизацией и трагическим изломом бровей. «Это ужасно! Народ меня ненавидит!» В Комарове, рядом с санаторием, где отдыхает Раневская, проходит железная дорога. «Как отдыхаете, Файна Георгиевна?» «Как Анна Каренина!» В другой раз, отвечая на вопрос, где отдыхает летом, Раневская объясняла. «В Комарове. Там еще железная дорога. В санатории имени Анны Карениной». Раневская в замешательстве подходит к кассе, покупает билет в кино. «Да ведь вы уже купили у меня билет на этот сеанс пять минут назад», — удивляется кассир. «Я знаю», — говорит Файна Георгиевна. «Но у входа в кинозал какой-то болван взял и разорвал его». Файна Георгиевна вернулась домой бледная как смерть и рассказала, что ехала от театра на такси. Я сразу поняла, что он лихач. Как он лавировал между машинами, увиливал от грузовиков, проскакивал прямо перед носом у прохожих. Но по-настоящему я испугалась уже потом. Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик. Как-то на гастролях Файна Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание. «Здесь сидеть нельзя. Это кресло графа Суворова-Рымнинского». «Ну и что? Его ведь сейчас нет, а как придет, я встану». Близким друзьям, которые ее посещали, Раневская иногда предлагала посмотреть на картину, которую она нарисовала, и показывала чистый лист. «И что же здесь изображено?» интересуются зрители. «Разве вы не видите? Это же переход евреев через Красное море». «И где же здесь море?» «Но уже позади». «А где евреи?» «Они уже перешли через море». «А где же тогда египтяне?» «А вот они-то скоро появятся. Ждите». Когда Раневская получила новую квартиру, друзья перевезли ее немудрящее имущество, помогли расставить и разложить все по местам и собрались уходить. Вдруг она заголосила. «Боже мой! Где мои похоронные принадлежности? Куда вы положили мои похоронные принадлежности? Не уходите же! Я потом сама их ни за что не найду. Я же старая! Они могут понадобиться в любую минуту!» Все стали искать эти похоронные принадлежности, не совсем понимая, что, собственно, следует искать. И вдруг Раневская с радостью возгласила. «Слава Богу! Нашла!» И торжественно продемонстрировала всем коробочку со своими орденами и медалями. Алексей Щеглов, которого Раневская называла «Эрзац» внуком, женился. Перед визитом к Раневской его жену Татьяну предупредили. «Танечка, только не возражайте Фаине Георгиевне!» Когда молодожены приехали к ней, Раневская долгим взглядом оглядела Таню и сказала. «Танечка, вы одеты, как кардинал!» «Да, это так», — подтвердила Таня, помня наставление. Вернувшись домой, Щегловы встретили бледную мать Алексея с убитым лицом. Раневская, пока они были в дороге, уже позвонила ей и сказала. «Поздравляю! У тебя невестка-нахалка!» Однажды Раневская потребовала у Тани Щегловой, инженера по профессии, объяснить ей, почему железные корабли не тонут. Таня попыталась напомнить Раневской закон Архимеда. «Что вы, дорогая, у меня была двойка!» — отрешенно сетовала Фаина Георгиевна. «Почему, когда вы садитесь в ванну, вода вытесняется и льется на пол?» — наседала Таня. «Потому что у меня большая жопа!» — грустно отвечала Раневская. Маша Голикова, внучатая племянница Любови Орловой, подрабатывала корреспондентом на радио. После записи интервью она пришла к Фаине Георгиевне и сказала «Все хорошо, но в одном месте нужно переписать слово «феномен». Я проверила, современное звучание должно быть с ударением в середине слова «феномен». Раневская переписала весь кусок. Но, дойдя до слова «феномен», заявила в микрофон. «Феномен», «феномен» и еще раз «феномен», а кто говорит «феномен», пусть идет в жопу. Актер Малого театра Михаил Михайлович Новохижин некоторое время был ректором театрального училища имени Щепкина. Рекомендация Раневской дорогого стоила. Новохижин обещал лично проследить. После прослушивания гениального мальчика Новохижин позвонил Раневской. «Фаина Георгиевна, дорогая, видите ли, не знаю даже, как и сказать». И тут же услышал крик Раневской. «Что? Говно мальчишка? Гоните его в шею, Мишенька, гоните немедленно!» «Боже мой, что я могу поделать? Меня просят, никому не могу отказать!» 14 апреля 1976 года. Множество людей столпилось в гримворной Раневской, которую в связи с 80-летием наградили орденом Ленина. «У меня такое чувство, что я голая моюсь в ванной, и пришла экскурсия». Однажды Раневская с артистом Геннадием Бортниковым застряли в лифте. Только минут через 40 их освободили. Своему компаньону Фаина Георгиевна сказала, «Геночка, вы теперь обязаны на мне жениться, иначе вы меня скомпрометируете!» Фаина Георгиевна гуляет по Петергофу. Все фонтанирует. Из Самсона бьет струя вверх и так далее. Раневская возмущенно говорит, «Это неправда!» Увидев только что установленный памятник Карлу Марксу, напротив Большого театра. «Это же холодильник с бородой!» Раневская как-то рассказывала, что согласно результатам исследования, проведенного среди двух тысяч современных женщин, выяснилось, что 20%, то есть каждое пятое, не носят трусы. «Помилуйте, Фаина Георгиевна! Да где же это могли у нас напечатать?» «Нигде!» «Данные получены мною лично от продавца в обувном магазине». Олег Даль рассказывал, «Снимается сцена в натуре, в чистом поле. У Раневской неважно с желудком. Она уединяется в зеленый домик где-то на горизонте. Нет и нет ее, нет и нет. Несколько раз посылают помрежа, не случилось ли что. Раневская откликается, успокаивает, говорит, что жива, и опять ее все нет и нет. Наконец она появляется и величественно говорит, «Господи, кто бы мог подумать, что в человеке столько говна!» Мальчик сказал, «Я сержусь на Пушкина!» Няня ему рассказывала сказки, а он их записал и выдал за свои. «Прелесть!» передавала услышанная Раневская. После глубокого вздоха последовало продолжение. «Но боюсь, что мальчик все же полный идиот». После вечернего чтения Эрзац-внук спросил Раневскую, «А как Красная Шапочка узнала, что на кровати лежит не бабушка, а серый волк?» «Да очень просто!» Внучка посчитала ноги. Волк имеет аж четыре ноги, а бабушка только две. «Вот видишь, Лешенька, как важно знать арифметику!» Как-то, когда Раневская еще жила в одной квартире с вульфами, а маленький Алеша ночью капризничал и не засыпал, Павла Леонтьевна предложила, «Может, я ему что-нибудь спою?» «Ну зачем же так сразу?» возразила Раневская. «Давай еще попробуем по-хорошему!» «Фуфа!» «Будет Раневскую эрзац внук!» «Мне кажется, где-то пищит мышь!» «Ну и что ты хочешь от меня?» «Чтобы я пошла ее смазать?» Раневская объясняет внуку, чем отличается сказка от «были». «Сказка» — это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А «быль» — это когда наоборот. «Вот женишься, Алешенька, тогда поймешь, что такое счастье». «Да?» «Да, но поздно будет». Эрзац внук спрашивает у Фуфы. «Что это ты все время пьешь что-то из бутылочки, а потом пищишь?» «Пи-пи-пи». «Лекарство это», — отвечает Раневская. «Читать умеешь?» «Тогда читай». «Принимай после пищи». Раневская всю жизнь прожила одиноко. Ни семьи, ни детей. Однажды ее спросили, была ли она когда-нибудь влюблена. «А как же», — сказал Раневская. «Вот было мне девятнадцать лет. Поступила я в провинциальную труппу. Сразу же и влюбилась. В первого героя-любовника. Уж такой красавец был. Я-то, вправду сказать, страшна была, как смертный грех. Но очень любила ходить вокруг. Глаза на него таращила. Он, конечно, ноль внимания. А однажды вдруг подходит и говорит шикарным своим баритоном. «Деточка, вы ведь возле театра комнату снимаете?» «Так ждите сегодня вечером. Буду к вам в семь часов». Я побежала к антрепренеру, денег в счет жалования взяла, вина купила, еды всякой, оделась, накрасилась. Жду, сижу. В семь нет, в восемь нету, в девятом часу приходит. Пьяный и с бабой. «Деточка», — говорит, «погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя». «В сих пор не то, чтобы влюбляться. Смотреть на них не могу. Гады и мерзавцы». Раневская выступала на одном из литературно-театральных вечеров. Во время обсуждения девушка лет шестнадцати спросила, «Фаина Георгиевна, что такое любовь?» Раневская подумала и сказала, «Забыла». А через секунду добавила, «Но помню, это что-то очень приятное». «У меня будет счастливый день, когда вы станете импотентом», заявила Раневская настырному ухажеру. Расставляя точки над «и», собеседница спрашивает у Раневской, «То есть вы хотите сказать, Фаина Георгиевна, что «Н» и «Р» живут как муж и жена?» «Нет, гораздо лучше», ответила та. У Раневской спросили, «Не знает ли она причины развода знакомой пары?» Фаина Георгиевна ответила, «У них были разные вкусы. Она любила мужчин, а он женщин». Раневская возвращается с гастролей. Разговор в купе. Одна говорит, «Вот вернусь домой «И во всем признаюсь мужу». Вторая, «Ну ты и смелая». Третья, «Ну ты и глупая». Раневская, «Ну у тебя и память». Отправившись от нечего делать на гастролях днем в зоопарк, артисты увидели необычного оленя, на голове которого вместо двух рогов красовалось целых четыре. Послышались реплики. Какое странное животное. Что за фокус? Я думаю, пробасила Раневская, что это просто вдовец, который имел неосторожность снова жениться. Раневская говорила, что когда Бог собирался создать землю, то заранее знал, что в двадцатом веке в России будет править КПСС. И решил создать советским людям такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался черт и убедил, что три таких качества сразу жирно будет. Хватит и двух. Так и повелось. Если человек умный и честный, то беспартийный. Если умный и партийный, то нечестный. Если честный и партийный, то дурак. Читаю дневник Маклая. Влюбилась и в Маклая, и в его дикарей. Я окончаю жизнь банально-страдевически. Обожаю котенка и цветочки до страсти. 1948 год. Март. Ночью читала Марину. Гений. Архи гениальная. И для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот Тютчевская и это пережить, и сердце на куски не разорвалось, разрывает сердце мне. Любовь Михайловна Эренбург, жена Эренбурга. У М.Ц, Марина Цветаева, сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения М.Ц с Эренбургом. М.Ц писала о ней. Л.М. Очарование. Она птица и страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую. Мне ее глубоко, нежно, восхищенно, бесплотно, жаль. Я была летом в Алмате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила. У вас нет такого ощущения, что мы на небе? Он сказал. Да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое. Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду. Он рассмеялся. Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок. Дорогой Сергей Михайлович, убить убьешь, а лучше не найдешь. Это реплика Василисы Милентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож. Бессердечный мой. Из писем Раневской Эйзенштейну. Есть люди, хорошо знающие, что к чему. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой вождь с отмычкой сейчас охлопков, талантливый, как дьявол, и циничный до беспредельности. Кто бы знал мое одиночество, будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной. Но ведь зрители действительно любят. В чем же дело? Почему так тяжело в театре? Погиб Соломон Михайлович Михойлс. Не знаю человека умнее, блистательнее его. Очень его любила. Он был мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему, есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. «В вас живет Бог». Он улыбнулся и ответил, «Если во мне живет Бог, то он в меня сослан». 1948 год, 14 января. Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту. Осип Абдулов сказал, что если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город Мочегонск. Вера Морецкая меня любила и называла «Глыба». Если бы я могла в это верить. Нет, я знала актрис лучше Раневской. Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительно, лучше бы ее не было, лучше бы память навсегда убить. И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю, что ничего так не дает понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон. Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой славе гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Любовь зрителей несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжело больной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили, она больна, публика отвечала, а нам какое дело? Мы хотим ее видеть. И платили деньги, чтобы ее посмотреть. А мне писали дерзкие записки. Это безобразие. Что это вы вздумали болеть, когда мы так хотим вас увидеть? Ей-богу говорю сущую правду. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть по требованию публики очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою славу. Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь. Уборщица мыла пол в пустом зале. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами. Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе? Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас. А для нас, бедных, для народа, вы самое лучшее, самая дорогая. Я готова была расцеловать ее за эти слова. 1948 год, 22 июня. Я убила в себе червя тщеславие в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения. И тут же успокоилась. Но когда ругнут, чуть ли не плачу, а похвалят рада. Но не больше, чем вкусному пирожному. Не больше. Впервые в жизни получила ругательное, анонимное письмо. А то я думала, что я такая Дуся, что меня все обожают. Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, но нравилось. Одесса, 49-й год. В Москве можно выйти на улицу одетой, как Бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение. Это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамваях, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость, ибо в бедность никто не верит. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней, терплю даже завадского. Есть же такие дураки, которые завидуют известности. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что все вас знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее. Завидую безмятежной жизни любой маникюрши. Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая «Куда смотрит милиция». Потом было объяснение с автором и, выслушав меня, он грустно сказал «Я вижу, что юмор вам недоступен». На днях явилась ко мне некто Сытина, сценаристка. Если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кащенки. Но администратор, ее сопровождавший, производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Таким образом, я абсолютно свободна и, погрузившись в мои неглубокие мысли, сижу у себя на койке и мечтаю об околиванце. А ведь судьба мне мачеха. Мне иногда кажется, что я еще не живу. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить. Но я ему приказываю, бейся, окаянные, и не смей останавливаться. То, что актер хочет рассказать о себе, он должен сыграть, а не писать мемуары. Я так считаю. Поняла, в чем мое несчастье. Я скорее поэт, доморощенный философ, бытовая дура. Не лажу с бытом. Успех. Глупо мне, умный, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой. Одной рукой щупает пульс, другой играет. По радио. По радио. Таня, бригадирша. В ее светло-серых, карьих глазах поблескивают искры трудового энтузиазма. Боже мой, зачем я дожила до того, чтобы такое слушать? Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно процентов на 80 нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда. Я не избалована вниманием к себе критиков. В особенности критик С, которым стало известно, что я обозвала их амазонками в климаксе. Перестала думать о публике и сразу потеряла стыд. А может быть, в буквальном смысле потеряла стыд. Ничего о себе не знаю. Не понимают писатели, что фразу надо чистить, как чистят зубы. Когда я слышу приглашение «Приходите потрепаться», мне хочется плакать. Написала Татьяне Тесс. «Приезжайте ко мне в поместье на станцию «Малые херы». На службе у Тесс в редакции «Известий» дамы разволновались. И кто-то спросил, а где такая станция? Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Нужно в себе умертвить обычного, земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. «Б» — артист Геннадий Бортников тогда поймет, что он делает, когда перестанет говорить текст, а начнет кровоточить сердцем. «Во мне нет и тени честолюбия. Я просто бегаю от того, зачем гоняются мои коллеги. А вот самолюбие сволочное мучит. А ведь надо быть до такой степени гордой, чтобы плевать на самолюбие». Кто-то заметил. Никто не хочет слушать, все хотят говорить. А стоит ли говорить? Птицы дерутся, как актрисы из-за ролей. Актриса хвастала безумным успехом у аудитории. Она говорила, «Меня рвали на части». Я спросила, «А где вы выступали?» Она гордо ответила, «В психиатрической клинике». Сняли на телевидении. Я в ужасе. Хлопочу мордой. Надо теперь учиться заново, как не надо. Старая Харя не стала моей трагедией. В 22 года я уже гримировалась старухой. И привыкла, и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице, «Старухи, я любила вас, будьте бдительны». Часто говорят, талант — это вера в себя. А по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не замечала в посредственности. Они всегда так говорят о себе. Сегодня я играл изумительно, как никогда. Вы знаете, какой я скромный? Вся Европа знает, какой я скромный. Ненавижу слово «играть». Пусть играют дети. Партнер для меня — все. С талантливыми — сталкиваюсь талантливая, с бездарными — бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял некто с пустыми глазами? Ужасная профессия. Ни с кем не сравнимая. Вечное недовольство собой. С молоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль, а вдруг зритель хлопает из вежливости или от того, что мало понимает. Когда на репетиции в руках у моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки, отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой, я понимаю. Мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете, мелочь, пустяк, но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться. На пустяки же, как правило, внимания не тратят. Я знаю, кого буду играть, а как, не знаю. Нужна основа, нужна задача. Тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже 10 спектаклей, не то, что 100. Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю о нем все, что может знать один человек о другом. Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела повторить найденное. Подличить штампами не умею. Когда приходится слушать интонации партнера, как бы записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед выходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю играть спокойно перед тем, как спектакль снимают с репертуара. Когда же персонаж пьесы по жизни незнаком, непонятен, работа идет труднее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Для меня загадка. Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Я мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре Голгофа. Хорошее начало для воспоминаний. Всегда очень волнуюсь. Как правило, на премьере проваливаюсь. Не бываю готова. Полное понимание роли иногда приходит тогда, когда спектакль снимают с репертуара. От спектакля к спектаклю продолжаю работать над ролью, продолжаю думать о роли, которую играю. Скоро будет 60 лет, как я на сцене. А у меня только одно желание, громадное желание играть с артистами, у которых я могла бы еще учиться. И говорю это абсолютно искренне. В актерской жизни нужно везение больше, чем в любой другой. Актер зависим. Выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Вообще я не считаю, что у меня счастливая актерская судьба. Тоскую о несыгранных ролях. Слово сыграть я не признаю. Прожить еще несколько жизней. Система, система, а каким был Станиславский на сцене не пишут, не помнят или перемерли. А я помню, потому что такое не забывается до смертного часа. И теперь, через шесть десятков лет, он у меня перед глазами, как Чехов, как Чаплин, как Шаляпин. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, неистовых в своей вере. Поклоняюсь таким. Большой это труд жить на свете. Стены дома выкрашены цветом безнадежности. Есть очевидный такой цвет. Погибаю от безвкусия окружения. Из всех искусств дороже всего живопись. Краски, краски, краски. Хороший вкус тоже наказание Божие. Воспитать ребенка можно до шестнадцати лет, дома. Воспитать режиссера может и должна библиотека, музей, музыка, среда, вкус. Это тоже талант. Вкус это основа. Отсутствие вкуса путь к преступлению. Неистовый темперамент рождает недомыслие. Унять надо неистовость. Нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл. Пылающий режиссер наказание Божьей актера. Отнял у меня последние силы пылающий режиссер. Я не знаю систему актерской игры, не знаю теории. Все проще. Есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно. Изучать систему вполне возможно и даже принято. Может быть, поэтому мало хорошего в театре. Усвоить психологию импровизирующего актера значит найти себя как художника. Михаил Чехов Следую его заветам. Научиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться, но потрясать нет. Для этого надо родиться с природой актера. «Получаю письма помогите стать актером». Отвечаю «Бог поможет». «Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума. Она обо мне все знает, а я не ничего». «Чтобы получить признание, надо даже необходимо умереть». Спутник славы одиночества. «К смерти отношусь спокойно теперь, в старости. Страшно то, что попаду в чужие руки. Еще в театр поволокут мое тулово». Кремлевская больница. Кошмар со всеми удобствами. Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца. Странно, абсолютно лишенная тени религиозной, я люблю до страсти религиозную музыку. Гендель, глюк, бах. Все должно стать единым, выйти из единого и возвратиться в единое. Гетте. Это для нас, для актеров, снова. Кажется, теперь заделалась религиозной. 1976 год. Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что себя самое. Друга любить себя не щадить. Я была такой. Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем колени, Гетте. И я снова с ним заодно. Раневская. Многие получают награды не по способностям, а по потребности. Когда у попрыгуней болят ноги, она прыгает сидя. Все думаю о Пушкине. Пушкин планета. Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина? Он мне так близок, так дорог, так чувствую его муки, его любовь, его одиночество. Бедный. Ведь он искал смерти, эти дуэли. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал, оставь меня в покое, старая Б. как-то надоело мне со своей любовью. Мучительная нежность к животным, жалость к ним, мучаюсь по ночам, к людям этого уже не осталось. Старух, стариков только и жалко никому не нужных. У планеты климакс. Весны не было, весной была осень. Сейчас июнь, холодно, дождь, дождь. Меня забавляет волнение людей по пустякам. Сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание. Женщина в театре моет сортир. Прошу ее поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает не могу, люблю искусство. Соседка вдова массоветовского начальника меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую. Нервничала. руководила грузчиками и умерла в пятьдесят лет на мебельном гарнитуре. Девчонка! Глупость — это род безумия. Это моя всегдашняя мысль в плохом переводе. Бог мой, сколько же вокруг безумцев. Летний дурак узнается тут же с первого слова. Зимний дурак закутан во все теплое. Обнаруживается не сразу. Я с этим часто сталкиваюсь. Страшный радикулит. Старожилы не помнят, чтобы у человека так болела жопа. Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье. паспорт человека это его несчастье. Ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет. А паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить как восемнадцатилетний человек. Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда Он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирман и та умерла. А уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить. Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести. У них у всех друзья такие же, как они сами, контактные, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как завидую им, безмозглым. Если бы на всей планете страдал хоть один человек, одно животное, и тогда я была бы несчастной, как и теперь. За что меня можно пожалеть? Для меня не существует чужое горе. Вся какая сволочь в похвальных статьях упоминает о моем трудном характере. И я принимаю вашу справедливость как предназначенную мне честь. Есть во мне что-то мне противное. Один горестный день отнял у меня все дары жизни. Мои любимые мужчины Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцер найдутся еще лень вспоминать. У меня два бога Пушкин, Толстой, а главный о нем боюсь думать. Увидела на балконе воробья, клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой. Жизнь прошла и не поклонилась как злая соседка. У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой. Какое самоограничение! Бог мой, как прошмыгнула жизнь! Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Я бог гнева, говорит Господь в Ветхий Завет. Это и видно. А может быть поехать в Прибалтику? А если я там умру, что я буду делать? Дама в Москве по-французски из далекого детства запомнила десять фраз и произносила их грассируя в нос и шиком. Дама в таганроге. Меня обидел Габриэль Данунцио. Совершенно неправильно описывает поцелуй. Старуха еврейка ласкает маленькую внучку. Красавица, святая угодница, крупчатка первый сорт. Приглашение на свидание. Артистке в зеленой кофточке. Указание места свидания и угроза. Попробуй только не притить. Подпись, печать. Сожалею, что не сохранила документа. Не так много я получала приглашений на свидание. Звонок не работает. Как придете, стучите ногами. Почему ногами? Ну, вы же не с пустыми руками собираетесь приходить. сейчас, когда человек стесняется сказать, что ему не хочется умирать, он говорит так. Очень хочется выжить, чтобы посмотреть, что будет потом. Как будто, если бы не это, он немедленно был бы готов лечь в гроб. Сколько раз краснеет в жизни женщина? Четыре раза. в первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет мужу, когда в первый раз берет деньги, когда в первый раз дает деньги. А мужчина? Два раза. Первый раз, когда не может второй. Второй, когда не может первый. О Ленине. Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла, нас ждут большие неприятности. Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности? Брюнетки или блондинки? Седые. Деньги съедены, а позор остался. О своих работах в кино. Я провинциальная актриса. Где я только не служила. Только в городе везде срански не служила. Я социальная психопатка, комсомолка с веслом. Вы меня можете пощупать в метро. Это я там стою, полусклонясь в купальной шапочке и медных трусиках, в которые все октябрята стремятся залезть. Я работаю в метро скульптурой. Меня отполировало такое количество лап, что даже великая проститутка Нана могла бы мне позавидовать. Это не театр. Это дачный сортир. В нынешний театр я хожу так, как в молодости шла на аборт, а в старости рвать зубы. Ведь знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. Я была вчера в театре, рассказывал Раневская. Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала. Ну это как ее? Такая плечистая в заду. Раневская забыла фамилию актрисы, с которой должна была играть на сцене. Одиноко, смертная тоска. Мне восемьдесят один год. Сижу в Москве. Лето. Не могу бросить псину. сняли мне домик за городом из сортира. А в мои годы один может быть любовник, домашний клозет. Жизнь моя прожила около, все не удавалось, как рыжий у ковра. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. А по поводу вторых половинок несравненная Фаина Раневская как-то сказала. Вторая половинка есть у мозга жопы и таблетки, а я изначально целая. Раневская о здоровье. Самая любимая моя болезнь чесотка. Почесался один раз и еще хочется. А самая ненавистная болячка это геморрой. Ну ни себе, ни людям, ни посмотреть, ни показать, ни похвастаться. У Раневской спросили, что для нее самое трудное. О, самое трудное я делаю до завтрака, сообщила она. И что же это? Встаю с постели. Я А вы куда хотели бы попасть, Фаина Георгиевна? В рай или в ад? спросили Ураневской. Конечно, рай предпочтительнее из-за климата, но веселее мне было бы в аду из-за компании. Вы слышали, как не повезло писателю Н? спросили Ураневской. Нет. А что с ним случилось? Он упал и сломал правую ногу? Действительно не повезло. Чем же он теперь будет писать? посочувствовала Фаина Георгиевна. Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами, говорила Раневская, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать. Раневская Нонна, а что Энн умер? Нонна умер. Раневская Кто-то я смотрю он в гробу лежит. Писать о себе плохо не хочется, хорошо неприлично, значит надо молчать. Еще мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу, Тристан Бернар, Константин Мелихан и даже Изоп и Аристотель. Мне это, конечно, лестно, и я их поэтому тоже благодарю, особенно Аристотеля и Изопа. Фаина спрашивает ее старая подруга, как ты считаешь, медицина делает успехи? А как же? В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться, а теперь достаточно язык показать. Семья заменяет все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее все или семья. Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи, вспоминал Раневская. Мне навстречу идет Каганович и сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим белые ночи по Достоевскому. Тогда он воодушевленно восклицает. А идея там какая? Идея! Идея в том, что человек не должен убивать человека. Стремительно последовала категоричная оценка с руговодящим жестом рукой. Это не наша идея! Не наша! И быстро удалился. На гастролях с Раневской всегда случалось непредвиденное. Так в Ленинграде в 1950 году ей был предложен роскошный номер в Европейской с видом на русский музей, сквер, площадь искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. Почему? возмутилась Фаина Георгиевна. Номеров много. А Раневская у вас одна. Да, да, лепетал администратор, но мы очень вас просим переехать. Там вам будет удобнее. Мне здесь хорошо, отказалась Фаина Георгиевна. Пришел директор европейской и, включив в воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое лицо, а этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшейся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет. Когда Ахматова хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушает КГБ. Они назвали этот скверик сквер Лаврентия Павловича. Всех артистов заставляли ходить в кружок марксистско-ленинской философии. Как-то преподаватель спросил, что такое национальное по форме и совершенное по содержанию. Это пивная кружка с водкой, ответил Раневская. В театр массовета пришел лектор читать лекцию о полетах в космос. Закончив ее, предлагает задавать вопросы. Поднимается Раневская. Товарищ лектор, а вы подушечки ели? Вокруг конфета, а внутри варенье. Интересно, как она туда попадает? Тверской бульвар. Какой-то прохожий подходит к Раневской и спрашивает. Сударыня, не могли бы вы разменять мне сто долларов? Увы, но благодарю за комплимент. Во время оттепели находились наивные люди, всерьез обсуждавшие проблему открытых границ применительно к СССР. Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы? Спросили у Раневской. Залезла бы на дерево, ответила «Почему?» «Затопчут», убежденно сказал Раневская. Когда в Москве на площади Свердлова установили памятник Марксу работы Кербеля, Раневская прокомментировала это так. А потом они удивляются, откуда берется антисемитизм? Ведь это тройная наглость. В великорусской столице один еврей на площади имени другого еврея ставит памятник третьему еврею. Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ. Это в то время было распространено. Как отказаться, что делать? Один ее знакомый посоветовал в случае, если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда она не подойдет для сотрудничества и предложение будет снято. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в театре имени массовета, к ней обратился парторг с предложением поступить в партию. «Ой, что вы, голубчик, я не могу, я кричу во сне!» воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, бог знает. В 70 лет Раневская вдруг объявила, что вступает в партию. «Зачем?» поразились друзья. «Надо!» твердо сказала Раневская. «Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Вера Морецкая говорит обо мне на партсобраниях!» Внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее. «Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру». «Прекрасно, мой мальчик, 30 рублей в месяц и пусть приходит по вторникам и пятницам». К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична. Как-то в ресторане ей подали цыпленка табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку. «Не буду есть». У него такой вид, как будто его сейчас будут любить. Однажды домработница сварила курицу вместе с требухой. Есть было нельзя, курицу надо было выбросить. Раневская расстроилась. Но ведь для чего-то она родилась. Окна квартиры Раневской в высотке на Котельнической набережной выходили в каменный внутренний двор. А там выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны. Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете под ее окнами. А вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей из Иллюзиона. «Я живу над хлебом и зрелищем», жаловалась Раневская. Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередачи Кинопанорама. Хотела заехать. «К Ксаночка, вам нетрудно купить хлеба в нашей булочной», попросила Фаина Георгиевна. «К Ксаночка, хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали», попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла. «Все готово, обожгла хлеб», вскоре сообщила Маринина. «Вы да долго его обжигали, Ксаночка? ведь они да долго на него ссали», удрученно говорила Раневская. Раневская обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием. «Позовите директора», сказала она, расплатившись. А когда тот пришел, предложила ему обняться. «Что такое?» смутился тот. «Обнимите меня», повторила Фаина Георгиевна. «Но зачем?» «На прощание. Больше вы меня здесь не увидите». В доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом Раневская чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем доме композиторов с друзьями, а кинематографическую столовую почему-то называла буфет через «э». Она говорила, «Я хожу в этот буфет, как в молодости ходила на аборт». Во время войны не хватало многих продуктов, в том числе и куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли в Россию американцы по Ленд-Лизу. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, натуральные яйца наоборот же очень вредны. Война закончилась, появились продукты, и яйца стали появляться на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала «Поздравляю, дорогие мои, яйца реабилитировали». Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до десяти. От волнения она начинает считать невпопад. Один, два, пять, семь. Будьте повнимательнее, пожалуйста, просит врач. Поймите, как мне трудно, начинает оправдываться актриса. Моего суфлера ведь нет рядом. Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот. Прихожу в поликлинику и жалуюсь. Доктор, у меня в последнее время что-то вкуса нет. Тот обращается к медсестре. Дайте Фаине Георгиевне семнадцатую пробирку. Я попробовала. Это же говно. Все в порядке, говорит врач, правильно, вкус появился. Проходит несколько дней. Я опять появляюсь в кабинете этого врача. Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже. Доктор обращается к медсестре. Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер семнадцать. Так там же говно, ору я. Все в порядке. Вот и память вернулась. Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице. Что случилось, Фаина Георгиевна? Да вот, спала. Наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит, ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег и показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он зовет. Подойди поближе. Я подошла к нему и упала с кровати, сломала руку. Оправившись от инфаркта, Раневская заключила. Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой. Надо считать до трех. Максимум до полчетвертого. Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. Шесть лет в театре Советской Армии, столько же у Охлопкова, восемь у Равенских в театре имени Пушкина. В начале шестидесятых во время репетиции в этом театре ей сделали замечание. Фаина Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту. Напросились. А вы не знаете, что у меня полон рот говна? И вскоре ушла. Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. говна. К тому не расширяйся, стараясь падать грациозно. В И Качалов спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского. Вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает. Вы обмхатели Маяковского. Как это обмхатели? Объясни. Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского, а чтение Качалова было будничным. Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило. Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью. Вижу себя со стороны и мне жаль себя. Читаю Станиславского. Псектант, чудо-человек. Какое счастье-то, что я видела его на сцене. Он перед глазами у меня всегда. Он Бог мой. Я счастлива, что жила в эпоху Станиславского, ушедшую вместе с ним. Сейчас театр пародия на театр. Самое главное для меня ансамбль. А его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая, а бросить не в силах проклятущий театр. Режиссеры меня не любили. Я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа мимо артистических уборных, Александр Яковлевич Таиров вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой, «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился. В театре пахнет борщом». Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые обеды на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей, но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. В Ташкенте мы обе, Раневская и Анна Ахматова, были приглашены к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много лет, она говорила, «Вы помните, как в комнату пришел баран, и как это было удивительно? Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», рассердилась она. «Однажды я спросила ее Ахматову, стадо овец, кто муж овцы?» Она сказала, «Баран, так что завидовать ему нечего». Сердито ответила, была чем-то расстроена. «Фаина, вы можете представить меня в мехах и бриллиантах?» Мы обе расхохотались. «Я знала блистательных Михаэлс, Эйзенштейн, но Пастернак потрясает так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе А и П, Ахматова и Пастернак, то кажется, будто в одно и то же время в небе солнце и луна, и звезды, и громы, и молнии. Я была счастлива видеть их вместе, слушать их, любоваться ими». Люди, дающие наслаждение. Вот благодать. Она в гробу. Я читаю ее стихи и вспоминаю живую. Стихи непостижимые, такое чудо Анну Андреевну. Пятое марта, десять лет, как нет ее. К десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи. Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили. Отвечаю, не пишу, потому что очень люблю ее. 1978 год. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор 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 Корректор